Добро пожаловать на FilmMakerIQ.com. Сегодня мы разберемся с Транс Травом, приемом, ставшим известным благодаря Альфреду Хичкоку и фильму «Головокружение». Если вы смотрите кино и ТВ, то, вероятно, уже встречались с Транс Травом. Это когда объект на переднем плане остается того же размера, а объекты на заднем фоне увеличиваются или уменьшаются. Еще это называют обратный трекинг золи, растянутый кадр, зум форвард, обратный трекинг кадр, тромбон, контрзум, телескопирование или эффект вертигу. Действительно, впервые эту технику применил Альфред Хичкок в 1958 году в фильме «Головокружение». Легенда голосит, что идея пришла Хичкоку, когда на вечеринке у него закружилась голова, а с ее реализацией помог оператор второй съемочной группы Ирмин Робертс, который работал с мэтром над фильмом «Головокружение». С тех пор Транс Трав использовался во многих фильмах, включая самого Хичкока в «Марни». Стивен Спилберг использовал этот прием в «Челюстях» в 1975 году. Это внезапное искажение перспективы выделяет Броуди и сосредотачивает все внимание на нем. Его худшие страхи материализовались – они должны закрыть пляж. Транс Трав также использовался Мартином Скорсезе в фильме 1990 года «Славные парни». В этом разговоре между Рэем Лотте и Робертом Де Ниро на первый взгляд все кажется обычным, но Транс Трав усиливает ощущение, что мир вокруг них медленно меняется. Он занял оба места окна, чтобы мы видели всех, кто подъезжает к ресторану. Он хотел убедиться, что до мной не было слежки. Он нервничал и ни до чего не дотронулся. Со стороны все было отлично. Мы должны были обсуждать мое дело. Но у меня было ощущение, что Джимми пытался прощупать меня и понять, не начну ли я говорить, чтобы спасти свой шкур. Генри только что осознал, что его лучший друг заказал его. И на самом деле, в преступном мире нет друзей. Итак, почему же работает Транс Трав? Все сводится к основам фотографии. Когда берется трехмерный мир и ужимается до двухмерного изображения. Поэтому давайте представим себе камеру Obscura. Простейшую камеру, пин-холл камеру. Мы имеем объекты, диафрагму и плоскость изображения. Лучи света от объекта проходят через диафрагму по прямой линии на плоскость изображения. Теперь, если мы проведем прямую линию от каждого края плоскости изображения через диафрагму назад, то сможем построить угол. Это и будет нашим полем зрения. С пин-холл камерой нельзя увеличить или уменьшить наше поле зрения, не двигая плоскость изображения. Но мы можем использовать объективы с различным фокусным расстоянием или зумы, чтобы искривлять лучи, когда они попадают в камеру. И теперь мы можем видеть больше. Получить более широкое поле зрения с широкоугольной линзой. Или приблизиться с более узким полем зрения с помощью телеобъективов. Искривляя световые волны, мы имеем дело с феноменом, называемым искажением перспективы, который является деформацией объектов на основании дистанции между ними и камерой. Этого не добиться простым изменением фокусного расстояния или зумом. Если просто снять меня на максимальном зуме, вы не заметите смещение перспективы. Однако она изменится от относительного положения камеры к объекту. Сравните эти два кадра. Левый — это приближение с зумом, а правый — с помощью тележки. Зум всего лишь увеличивает изображение. А на кадре, снятом с тележки, на окружающие объекты влияет изменение искажения перспективы, создаваемое движением камеры, и это объясняет магию транстрава. Мы увеличиваем фокусное расстояние, зуммируем, одновременно отъезжая тележкой. Либо наоборот, подъезжая тележкой, уменьшаем зум. Зум сохраняет границы кадра, поэтому элементы переднего плана остаются приблизительно одного размера в течение всего движения. Это изолирует эффект от искажения перспективы, вызываемого движением камеры. И это смещение искажения перспективы. И есть транстрав. Это все хорошо, но получение добротного транстрава в кинопроизводстве требует определенных усилий. Вам понадобятся две вещи — тележка и зум. Понятно, что вы можете попробовать и со слайдером. Но рискуете столкнуться с проблемой появления слайдера в кадре, что уже не так хорошо. Я делал это и со слайдером, но был более ограничен. Чем больше ход зума, тем более плавным он должен быть. Желательно с управляемым сервоприводом. Практически невозможно плавно зумировать фото объективом. Если только вы не снимаете покадрово. Именно поэтому для достижения этого эффекта потребовалось время вплоть до 1958 года, так как зумирование требовало плавных механических объективов. В демонстрационных целях я вырезал из картона самого маэстро, господина Альфреда Хичкока. Начну с наезда с тележки и с отъезда при помощи зума. Я держу диафрагму зажатой, чтобы получить глубокую резкость и не заботиться о фокусировке во время движения. Теперь, когда я буду отъезжать на тележке, то одновременно буду аккуратно наезжать зумом, пытаясь добиться одинаковой скорости зумирования и движения тележки. Чтобы добиться обратного эффекта, я буду наезжать тележкой и отъезжать зумом. В любом случае, мне нравится начинать именно с наезда тележки, поскольку я больше ограничен моим широким углом, чем телеобъективом. Такой эффект требует много практики, потому что скорость, необходимая для тележки и зума, будет разной в зависимости от того, на каком отрезке фокусного расстояния вы находитесь. Просто продолжайте снимать снова и снова, пока вам не понравится результат. И помните, нужно время. Киноремесло — это и история, и наука. И мы все стоим на плечах гигантов. Транстраф — это результат работы художников эпохи Ренессанса, ученых, изучающих оптические явления, оператора второй группы, неупоминаемая в титрах, легендарного режиссера, у которого как-то на вечеринке закружилась голова, который с талантливыми актерами и командой продолжил и снял один из величайших фильмов — «Головокружение». Важен каждый исторический шаг, способствующий нашему общему пониманию. Поэтому идите и используйте это. Сделайте что-то великое. Меня зовут Джон Хесс. Увидимся на filmmaker.iq.com. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова